Болезнь свою я часто вспоминаю, и это время счастьем называю. Мне было больно, и ко мне Бог явился. Сказать вам честно, в друзьях Он воплотился. Что первое приходит мне на ум? Конечно, город мой Капернаум. Там детство проходило, я взрослел. И вот однажды заболел. Друзьями очень дорожил, когда в Капернауме жил. У нас было пятеро друзей, и доволен был я жизнью своей. Родители друзей ценили, плохое о парнях не говорили. Соседи нас пятеркой называли, и дружбу нашу поощряли. Не проходило дня, чтобы мы не встречались, мы дружба наша наслаждались. Дружили, помню, не разлева, да. Но в мою жизнь пришла беда. Мне перестало тело подчиняться. Здоровым должен был я притворяться. Все меньше и меньше становилось сил. За что все это получил? Я про болезнь не буду говорить. О безысходности хотелось бы. Спасало то, что есть семья и мои верные друзья. На дружбе мой недуг не повлиял. Все так же я друзей искал. Ну, дружить, конечно, мы дружили, но как прежде мы, увы, не жили. Я думал, они с жалостью со мной не буду окривить душой. Сейчас готов просить прощение вот за такое поведение. Как мне пану мочь, друзья, не знали. Проблему слух не называли. А я не мог ничем пошевелить, одно лишь мог тихо говорить. Друзья ходили в синагогу и говорили мне о Боге. А я не любил на это отвлекаться. Хотелось жизнью наслаждаться. Когда ты молодой, не думаешь о Боге. Забот хватает на земной дороге. А вот когда здоровье пошатнулось, сознание к Богу сразу повернулось. Мне говорили, Бог благословляет. Болезни даже исцеляет. Нам нужно только не роптать, что мог благословение дать ей. Я слышал от друзей про Неймана, что исцелился без обмана. Семь раз он в речку погрузился и от проказа исцелился. Потом я слышал про исход, как Бог избавил свой народ. Как море черное он разделил и войско Фарадона в водах потопил. Как мана падала с небес, как змея подняли на шесть. Как перепелки с ветром прилетели. Это мясо люди ели. Я слушал и не понимал. Ну зачем ты ей это рассказал? А друг хотелось, чтобы я поверил и Богу жизнь свою доверил. Словами веру в чудо поднимали. Друзья меня не оставляли. И про пророка говорили с Назарета. Как благодарен им за это. Я слушал, затаив дыхание, а в сердце есть непонимание. Ну как понять, Иисус все может? Ну и как в болезни мне поможет? Лежу и не могу пошевелиться. Оказалось, мне все снится. А тут про Иисуса говорят, что Он помочь любому рад. Я не поддержал этот разговор. А в друзьях почувствовал какой-то заговор. Они между собой переглянулись. Ко мне все вместе повернулись. Сказали, что пророк пришел в Капернаум. Вот коварный план пришел друзьям на ум. Нам надо отнести тебя к нему. Эй, как это сделать? Не пойму, друзья, я лежачий. Друзья, я не ходячий. Ну как пойду в Капернаум? Ну как могло прийти такое вам на ум? А мы знаем, где его найти. Должны тебя мы отнести. Не стало сильно возражать. Так хотелось еще мне поспать. Знаете, друзьям как-то так молча подчинился. Вот так на носилках возле дома очутился. Дом был большой, народу много. И слышно, славили все Бога. Друзья, пошли Иисуса, чтобы позвать. Я оставался на земле лежать. Народу мимо так много проходило. А мое сердце-то беды ныло. Никто не наклонился, не спросил. Эй, кто тебя родной здесь положил? Не верилось, что Иисус поможет. И руки на меня возложат. А вот откуда у друзей такая вера, что поступает везде смело? Друзья сказали, через дверь нам не пройти. Не сможем внутрь занести. Поднять носилки надо выше. Попробуем пробраться через крышу. Как передать мои переживания? Ведь вам не будет оправдания. Иисуса, трудно вам позвать? Вам легче крышу разобрать? А что хозяин дома скажет? Он по закону вас накажет, заставит заплатить и будет прав. А может он имеет гордый нрав? Друзья, упор на крышу разбирали. По лестнице носилки поднимали. От боли я глаза закрыл. И ничего друзьям не говорил. Отверстие большое разобрали. Как это сделать, значит, знали. Меня вовнутрь опустили, перед Иисусом положили. А народ, что был внутри, молчал. Тогда Иисус друзьям сказал, я видел, знал. Вы крышу разбирали. По вере ваше поступали. Имейте в вид добрые сердца. За друга бьетесь до конца. По вере вашей будет он прощен и от болезни исцелен. Про подвиг веры буду знать и точно так же поступать. Потом ко мне он обратился, сказал друзьями, чтобы гордился. По вере их тебя прощаю и тело от болезни исцеляю. Возьми постель и начинай ходить. Теперь ты будешь по-другому жить. Твои грехи прощаю я. Иди. Там ждут тебя друзья. Не передать словами, что я пережил, когда по комнате ходил. С настилок помню я поднялся и не говорил, я заикался. Я вышел через дверь. Глаза поднял и всех друзей тогда обнял. По вере их Иисус меня простил и тело от болезни исцелил. Стояли долго мы обнявшись, за руки крепко друг друга взявшись. Я ничего, друзья, не говорил. За них Христа благодарил. В тот случай многих отрезвил на путь веры, вдохновил. А были те, которые ворчали? Зачем? Крышу разобрали. Мог Бог такое допустить, чтобы больного исцелить? Ломать? Зачем ломать? Нужно построить. Что, ваш больной такого стоит? Могли бы дома тихо помолиться. Вам надо же было перед Иисусом засветиться. И до сих пор слова я слышу. Он, из-за него сломали крышу. А что видишь ты, когда Иисус спасает и от болезни исцеляет? На крышу смотришь, как ее ломали? Или на тех, которые ворчали? Бог веру человека проверял. Хочу, чтобы этому ты внял. Без веры сложно Богу угодить. Без веры будет трудно жить. Иной поститься каждую неделю. В проломе я судить не смею. Другой в молитве за своих детей гонами плачет он в душе своей. Кто за жену, за мужа молит Бога. У каждого из нас своя, увы, дорога. И если не вошел ты в дверь, есть крыша. Вот в это ты. Поверь. Ломай преграды к Богу на пути. И тех, кто верит, строго не суди. Не обращай внимания на преграды. Вот когда ты победишь, не все ведь рады. А рад будет сам Иисус Христос. Он хочет, чтобы ты в вере рос, не обращал внимания на слова людей и к цели двигался своей. Давайте встанем мы в пролом за наш чудесный Божий дом, где можем вместе собираться и служением Богу наслаждаться. Мои родные, не делитесь. И в соцсетях вы не делитесь. Ведь этим мы обидим Бога. Бойна – это не та дорога. Дорогие, на слово поверьте, а если сможете, проверьте. Друг другу очень не нужны. Давайте будем все дружны, ведь если ты не любишь брата, придет и в твою жизнь расплата. Хочу очистить, Иисус говорил. Хочу очистить. И Он исцелил. И ты можешь сегодня чистым стать, если не будешь Христа отвергать. Любите люди, дружба дорожите. Друг другу искренне служите. И в вере вашей поднимайтесь выше. Вы чаще в жизни разбирайте крыши. Аминь.